Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Рассказал Господь и стал Господь на месте ровном И множество учеников Его, и множество, много народа Из всей Иудеи Иерусалима и приморских мест Которые пришли послушать Его и исцелитесь от болезней своих Также и стражущие от нечистых духов и исцелялись И весь народ искал прикасательств к Нему Потому что от Него исходила сила и исцеляла всех Господь все творит в наше научение Чтобы и мы так же делали, как Он Вот, например, Он намерен молиться Он восходит на гору Ибо молиться должно, успокоившись от дел И не перед лицом многих молиться всю ночь А не так, чтобы встать на молиту и сейчас же перестать Избирает учеников после молитвы Желая научить, чтобы и мы Когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение Брались за это дело с молитвой Искали руководство от Бога И Его просили показать нам достойного Избрав двенадцать, Он сходит с горы, чтобы исцелить пришедших из городов И облагодетельствовать вдвойне по душе и по телу Ибо, внимай, пришли послушать Его Это врачевание души И исцелитесь от болезней своих Это врачевание тел От Него исходила сила и исцеляла всех Пророки и другие святые не имели силы, исходящей от них Ибо они не были источниками сил А Господь имел силу, исходящую от Него Ибо Он Сам был источник силы Тогда как пророки и святые получали особенную силу свыше И так Он, возведя очи Свои на учеников Свои, говорил Блаженнище и Духом, ибо ваше есть Царствие Божие Блаженни алчащие ныне, ибо насытитесь Блаженни алчащие ныне, ибо вас смеетесь Блаженно вы, когда возненавидят вас люди И когда отлучат вас и будут поносить И пронесут имя ваше, якобы бесчестное За Сына Человеческого Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь Ибо велика вам награда на небесах Так поступали с пророками отцы их Господь, рукоположив учеников через блаженство и учения Приводит их в более духовное состояние Ибо Он ведет речь с обращением к ним И, во-первых, ублажает нищих Хочешь, разумей, под этим смиренно мудрых Хочешь ведущую жизнь несребролюбивую Вообще же все блаженства научают нас Умеренности, смирению, уничижению, перенесению, поношению Сегодня, дорогие мои, память Святителя Филиппа, митрополита Московского И всея Руси чудотворца Сей славный святитель Окормлял церковь в очень сложные, драматические, даже трагические времена Царя Иоанна IV Грозного Это был первый царь на Руси До него Россией правили великие князья Они имели титул великих князей Первым царем стал Иоанн IV Ну, вот эту трагическую коллизию Между Иоанном Грозным и святителем Филиппом Иногда представляют как, так сказать, трагедию взаимоотношения Такого жесткого правителя, диктатора, тирана и либерального, свободолюбивого Филиппа Это не было так, прямо скажем А святитель Филипп исходил из славного и богатого, знатного рода бояр Колочевых И вот кто был на Соловках, тот видел, что сделано там Какого сооружения славного этого монастыря Там одно только впечатляет, даже просто фундамент этого монастыря В котором заложены камни весом десятки тонн Думаю, что я, так сказать, поскольку я, ну, по базовому образованию инженер Как же можно было такие камни-то перетащить? Однако это было сделано И сделано было не просто какими-то техническими хитростями Это было сделано властью и волею настоятеля этого монастыря, каковым был Филипп И, извините меня, либеральный такой человек, свободолюбивый, этого бы не сделал За его державную крепость и призвал Иван Грозный на московский престол Но вместе с Иваном Грозным Святителю Филиппу было очень тяжело служить У святителя Филиппа был характер твердый и волевой И не менее волевой и не менее жесткий характер был у Ивана Грозного И это было время становления российского царства Которое должно было перерасти в Российскую империю И это был очень тяжелый процесс И в этом процессе эти два великие, незаурядные, действительно тоже незаурядные Великие личности, соприкоснувшись, не смогли многое преодолеть в своих отношениях И он был изгнан Иоанном и был помещен в монастырь Ну, короче, заточен в монастырь И там, собственно, и претерпел мученическую кончину От одного из верных и усердных слуг Ивана Грозного Малюты Скуратова И здесь, опять-таки, нельзя вот, так сказать, это событие рассматривать только вот в области, значит, либерального и иронического способа правления Все гораздо сложнее, драматичнее и выше наших рассуждений Вот, которые руководствуются, находятся в этом пространстве вот этих двух понятий И святитель Филипп ратовал за великую державу российскую, за укрепление ее духовной силы И Иван Грозный не только укреплял материальную крепость державы, увеличив ее размер в три раза Но и сам был человеком духовно достаточно одаренным и небезразличным к духовной жизни своего Отечества Вот, но так случилось, что вот произошла эта трагедия И Иван Грозный сам об этом очень сожалел о том, что произошло И, ну вот, пострадал святитель Филипп И стал, так сказать, в священно-мученическую кончину Но, однако же, его главная заслуга – это его окормление Русской Православной Церкви В это славное и драматическое время Ивана Грозного Он сумел многое сделать для укрепления духовной жизни своих соотечественников И поэтому-то для нас память о нем свята и очень важна Потому что его труды, его жизнь не прошла даром Он на небесах молится о нас Святители Отче Филиппе, моли Бога о нас Якому усердно к Тебе прибегаем Скорому помощнику и молитвеннику о душах наших Аминь Спасибо Спасибо